Всем доброе утро! Это новый влог! Всем привет! Мы едем в Питер. И наша поездка всегда начинается с этого. Да, мы всегда отвозим кошечек к родителям. Они... Ну, точнее, не только Чарли всегда мюкает. Пулька дерет сидение. Пулька нельзя! Чарли мюкает, плачет. Пулька у него успокаивает. Как обычно, заехали в Киевсе. Даня, как обычно, накупил себе в дорогу огурцов. Я знаю с организмом. Вот тогда помогай мне быть человеком. Там Полина сделает заказ. Полина купила холодный раф. Малина и кокос. Я не знала, что можно холодный купить. Прикольно. У нас уже, значит, прошло много часов дороги. Ну, относительно много. Я успел запаниковать, что он свалился пинами. Да! Хотя все нормально. Да нет, там все мозги уже идут. Там Полина сидит. Я просто 10 минут накручивал. Даня нас 10 минут накручивал, что все, у нас отвалился пин. Передачи не переключаются. Ты точно автоматически, бля, ребят, передачи не переключаются. Реально. Он просто испугался, что там стрелка стоит. А она всегда стоит. Ну, короче, Даня на всех накрутил. Кстати, всем привет. Вы меня еще не видели сегодня. А это новый влог? Да, это новый. Капец. Тут очень много влогов. И, кстати, будет две части, потому что дни очень насыщенные. Вот, поэтому будет две части. Мы едем, короче, к Полине домой в лифте. Полина сейчас оставит сумку. Мы решили немножко погулять по Мурино внезапно. Ностальгировать. Да. Я вот... Интересный лук у меня вот такой сегодня. Класс. В общем, мы гуляем. Решили дойти до нашего дома. Это наш дом. Мы здесь, да, не жили. И здесь построили школу или садик. Что-то, короче, построили. Жесть. Просто за два года. Офигеть. Вот наше окно. И там кто-то есть. Оно открыто. Прикольно. А вот тут мы стояли машины в здании всегда. Парковка. Вы посмотрите, что здесь. Я в шоке. Он такой милый. Он такой человечный. Привет. Милый. Привет. Боже, как он классный. Приехали в гостиницу в нашу. Она называется Хокко. Звание классное. Да. Все зеркало усрано просто в мошках. Они решили убиться. Убиться. Одно из них тут вот. Кровавый след. Я просто смотрела в окно и такой брум. Просто все в кровище. Мне кажется, это просто крово-чувь. Мы с Даней пришли. Естественно, мы чувствуем запах травы торта. Мы его ни с чем не спутаем. Да. Ну что, мы заселились. Сейчас будет рум-тур. Вау. Я этого не видела. Визит. У нас тоже написано визит. В общем, мы заходим. Я сейчас голая, поэтому я себя не снимаю. Здесь зеркало. Здесь мы поставили обувь. Сами мы ходим в тапках. Вот. Здесь такой туалет. Зеркальце. Зеркальце. Раковинка. Милая мыльца, кстати. И такой вот душ. Ну, обычный. Самый хорошенький. Ну, чтобы все разложили. Вот. Значит, такой номер. Здесь спит Даня. Единственный минус. Здесь очень-очень жарко. Просто супер жарко. Поэтому я хожу сейчас без одежды. Вот. Главное, себя не испарить. Здесь стол. Здесь у нас такое окно. Вот люди ходят. Какой-то мини-рыночек. Я выгляжу вот так. Штори. Шапочка для душа. Замечательно. Я нашла эту шапочку для душа. Представляете? И вот сейчас стою. Здесь шапочки для душа. Вот. Я сейчас буду мыться. Потому что очень жарко. Просто сверх жарко. Я просто сполоснусь с мою косметику. Волосы не будут трогать, потому что помоюсь нормально вечером. Марк скажет... Привет, Влогу! Привет! У-ху! Где тебя вкушать? Мы не виделись. За нами заехал Марк. К отелю к нашему. И мы едем в Токио-сити поужинать. Же-е-е. Вот. И встретиться с Тошей и Олесей. Ну и Марком, собственно. Е-е-е! Тоша, Олеся. Мы приехали в Токио-сити. И тут поют. Акуетить на песенку. Здесь выпускной, короче, проходит. Ммм, тут карааки было. Акуша, шите ручкой. У-ху! Мне пришли пасты с гребешками. Я не пробовала. Акушка? По-две недели. Я такая, вот, сейчас приедем в Питер. Я помоюсь в горячей воде. В итоге оказалось, что тут бойлерная система. Даня сходил в душ. Я напенилась. А мне сейчас передопиляться нужно побрить все тело. Я все тело намазала. И все. Вода горячая кончилась. И мне пришлось мыться просто под ледяной водой. Все это смывать. Просто пипец. Я и то пока брилась, ждала, пока она, блин, нагреется. И то она не нагрелась. Даже под конец не стало? Нет. Но она стала холодной, но не ледяной. И мне кажется, меня закалила речка, когда мы купались на водохранилище. Потому что мне было не так тяжело это терпеть. Но, блин, бриться, когда у тебя мурашки на коже, это просто отвратительно. Завтра нас ждет очень тяжелый день. Очень длинный. И завтра вам все расскажу интересненько. Спокойной ночи. Всем доброе утро. Сейчас 8.45 утра. Ой. В общем, не выспались. Плохо спали. Вот. Я даже утром... Аня утром написала, что типа Рома встал в 4.30. Она не выспалась. Она за рулем не поедет. Я даже такая написала, что может не поедем никуда. Потому что я так никуда не хотела, потому что я не выспалась. Вот. Но... Спараби. Да, но Аня написала, что... Не, поехали. Короче, поехали. Мы едем. Да, Аня сейчас ехать полчаса где-то минут сорок. И до Манушкина оттуда тоже минут сорок. Как-то так. Вот. Сегодня Алые Паруса. Дай расскажи. Сегодня Алые Паруса. И из-за этого перекрывают часть центра. У нас... У нас... У нас все дела в центре. У нас... Сегодня... Давайте я наконец-то поделюсь с вами новостью. Зачем мы еще приехали в Питер. Кроме как сходить на эпиляцию и перевезти Полину. Я сегодня иду на консультацию по ринопластике. Вот так вот. Иду я сегодня в центр галактики. Она находится на Петроградской. Вот. К врачу Легатюк Дмитрий какой-то там. Денисович, по-моему. Вот. Я посмотрела соотношениественные качества, его работ. Вот. Мне, в принципе, все понравилось. Хочу сходить просто сюда на консультацию. Все узнать, чтобы он мне все сказал. Вот. Одна из причин. Потому что у меня кривая перегородка. Вот. Я не дышу носом. Особенно ночью. Вот. Вторая причина, что я постоянно пользуюсь спрейми для носа. Я постоянно с них слезаю. Себя ругаю, что пользуюсь. И третья причина. То, что вот сейчас вы смотрите на меня. А я буду монтировать этот влог. И каждый секунд думать, блин, зачем я сделала вот так. И зачем я повернулась правой стороной. Что-то сказала. Поэтому сейчас снимаю вот так, чтобы более нравиться себе в кадре. Это самая, наверное, основная третья причина. Вот. Так что сейчас мы едем в Манушкино. К двум мы должны вернуться в центр. У меня апелляция на Думской. До четырех где-то. И потом получается пять консультаций по ринопластике на Петроге. И поэтому надо как-то ездить по центру. В общем, непонятно. Мы сейчас в здании. Приезжаем в здание. Я читала недавно на новостях, что оно признано что-то самым красивым в Питере. Горожанами. Горожанами. Вот здесь из какой-то чего-то кто-то изображен. Вот. Продолжение следует. так мы приехали они они это моя сестра вот издание значит манушкина это песчаный карьер да или что это ну это поселок где есть два песчаных карьера один уже разработанный вот он уже закончен и здесь озеро а второй находится на горой и он еще пока что в стадии разработки наверное его закончат только лет через пять мы его еще покажем вы посмотрите какая тут вода чистая это вообще она еще она еще как это голубая лазурное озеро называется это называется лазурное озеро теплое да какая тепленько теплее чем водохранилище короче там вот классно вот с той стороне там прям американский американская деревень это будущий дом а не капец здесь вообще уже все и стены понимаете там нет подвала нет подвала нет два этажа небольшой домик вот это гараж нифига себе небольшой домик какая площадь около внутренних помещений около 180 офигеть соседи уже готовый дом беседочку какой-нибудь ну нет именно гостевой домик который можно будет и барабановый гараж здесь кухонка будет вот это вот все кухня да это же хочу дом эту очку здесь мастерская здесь комната отдыха там прихожая еще второй этаж будет которого сейчас нет а на втором что планируется жилая зона там будет спальня детские две вот еще должен был быть кабинет ну просто скорее всего будет а да там она прямо но они вот короче эти установки они просеивают как раз песок от всяких глины песчаный карьер и так это добывание песка или чё они тут делал да добывают песок копают офигеть может соберем песочка ведерко офигеть это закончат будет еще одно лазурное озеро с голубой водичкой класс зачем похоже когда есть такая красота мы сейчас будем кататься на сапах представляете первый раз в жизни и я переоделась чтобы у меня были закрыты руки потому что мне будут делать эпиляцию на них и я боюсь загореть но на ноги блин я нет ничего закрыть ноги к сожалению наверное не сильно критично вот единственное что мы сейчас прошли по борщевику и аня здание паникера загнались короче оба что борщевика сейчас им обожжут ноги вот идея доминичную пиляцию идти короче все нормально ничего не жжет дальше наша точка мы приехали кататься на сапах вот мы идем только посмотрите здесь вода она просто голубая все мы пришли вот сапы так выглядит слушаем все идем против ветра потому что если вы поплавить в сторону обратно можете устать плыть и плыть и плыть класс ты первый раз да стоишь первый раз да можно это нормально надо развернуть да его нет не надо а перед так летним ребенком этого делать не желать привет ееее мы тут плывем очень необычное ощущение нет давайте все вместе плыть рядышком так нам нужно в общем они на коленях сидят я решила сесть на попу потому что безопаснее о кстати нам сказали плыть против чечения чтобы нас не увело вот ощущение ой нам музыку включили ощущения супер классные как я конечно же не выложил ни паспорт ничего да не вот да не плывет знаешь что знаю про весла что самое главное никогда не бороться с водой типа это очень тонкая тема ты не должен ее как бы вот ой в ряды частях ау мамочки аня уже уплыл а твои впечатления мне не так нравится не то чтобы поприкольнее как-то безопаснее я давно мечтала на сапах покататься и это реально прикольно знаешь что напоминает мы с тобой на лодках катались забывали помнишь в анапе на лодках да так все уходи уходя это бревно вообще торчит блин прикольно здесь другой бережок березки вот я все хотела посмотреть что тут так тут настя блин классно конечно на сапах вообще прикольно стоя удобнее тебе кажется как тебе сейчас я не по фотку еще все мы покупались как впечатление восхитительно ты полном единении с водой ты на этой глади водной стоишь а еще впечатлился что их можно сдуть до размера полотенца и вообще это же надувная лодочка маленькая в общем мы в восторге очень классно поплавали разгорели ну вроде нет туда это об этом тоже думала безусловно но все хорошо очень круто намазаться кремом вообще и плавает 500 рублей сейчас это вообще это вообще эта фигня это очень круто и место здоровское это карьер и здесь ни одного человека нет этот чел такой на на пока и футболайбе такой тут работает ему все нравится я думаю они любят сгорать короче класс все мы же или питер на эпиляцию мне да не будет гулять с мэри шер вроде бы не гулять вот у твоей же гляжу любую эту зайдем да так вот с нас пробками посмотреть когда центр перекроют как это все делает но разберемся бегу на эпиляцию да не меня высадил так кажется я не там выбежала 6 не там выбежала опаздывала опоздала уже на 15 минут у меня есть еще 5 и мы ничего не успеем нет сделать тогда поэтому надо бежать ура я закончила класс у меня ужасно короче забило нос я еле дышала просто уже последние минуты так пожалуйста закончилась потому что я просто не могла дышать в итоге я сейчас вышла сразу на пшикала себе в нос все разложила я просто еще немножко подпростыла наверное когда мы купались на водохранилище прошлом влоге смотрите прошел влог вот и кондиционеры эти вечные еще душ вчера холодный короче что-то у меня в носу какое-то воспаление небольшое есть 10 не помешает никак мистеру врачу осматривать сегодня мой прекрасный нос вот еще нельзя загорать после пиляции короче некоторые три дня пока я была на эпиляции да нет гулял значит девочка так смешно реагирует смотри шер погуляли чем здорово на на этот как коллега вот уже подмышку на коллега на тоже из настольных играх блогер и вот мы обсуждали с вархаммером да это вообще же сколько людей надо бежать насти отсюда ты понимаешь что сейчас начнут мы сматываемся из центра быстрее пока его весь не 5 здесь нельзя будет через 50 минут его перекроют мы едем на петроградскую мне на консультацию по ринопластике я все в гелии мне нужно будет приехать после консультации в наш отель помыться накраситься снова и поедем тусить в клуб как туда поедем я не знаю потому что мост на войске разводят на машине насти не выйдет на войску воська тоже еще подумаем это да не все он меня оставил вот институт красоты галактика где-то прям выйти в окнах выходит операционная и у них она с видом на реку вот да не поехал в теремок а я на консультацию голодная кошмар такие бахилы тут вообще современненько вообще что могу сказать я хочу сделать себе более аккуратный нос насчет вообще горбинка меня устраивает но наверное лучше убрать вот так вот как-то возможно улазить кончик улазить спинку из проблем что когда убирают горбинку он становится шире посмотрите у нас тоже забыл что сказала что нет в общем я хочу все исправить перегородку потому что он не дышит ночью днем он дышит ночью нет я очень долго боролась с зависимостью капель лет пять ну за один раз переборола и сейчас опять начала пшикать сейчас разрешать стала себе на ночь пшикать потом утром в итоге сейчас я пшикаю и утром и утром и вечером два и днем задолбала короче все электронные это электроны я вам покажу сейчас для стаканчика вы охренеете для мусорку мусорку я там еще в шоке было прикольно такая мусорка кулер я попила блин очень быстро принимаю консультация вообще пять минут блин я ничего не успела понять мне дали памятку он скажет мне все расскажут администраторы типа и по цене и по всему короче иду все узнавать администратор вышел из клиники жду даню смотрите заряжается тесла класс я не видела ни разу такого расскажу все что мне рассказали на консультации если уже поела теремок даня принес теремок ура в общем я долго смотрела на свое лицо и не могла понять что с ним не так что я пришла к доктору и он мне за одну секунду сказал что с ним не так он мне сказал я говорю мне не нравится что я с правой стороны не могу общаться с людьми вообще не могу разговаривать мне сделать он такой типа смотрел на меня и такой говорит у вас типа не с носом проблема у вас проблема с челюстью ну типа с носом тоже вот но мой мой комплекс не решится носом он решится только челюстью потому что моя челюсть сдвинута вверх вправо то есть она наклонена вот так за счет этого я у меня вот здесь как бы больше через то здесь у меня ровненько а здесь вверх и как бы из-за этого у меня больше щека из этого у меня сильнее носогубка вот это потому что вот так челюсть и это не изменить брекетами это можно только делать операцию на челюсть вот это никак не мешает жить то есть это у большинства людей такое есть но вот это не убрать не брекетами не ринопластикой то есть я узнал ответ на свой вопрос который меня мучил много времени потому что я правда не понимала смотрела на лицо и не понимала что не так то нос то рот или глаз или бровь или ше что не так и сейчас он мне сразу сказал единственное что мне не понравилось что мало достаточно информации он мне дал вот быстро как-то все очень прошло очень неторопливый медленный но информацию мне практически никакую не дал то есть в основном я задавала вопросы он мне ничего не спрашивал то есть а я естественно как обычно растерялась не знала что спросить вот но основные вопросы я задала и он сказал что идите к администраторам они вам все объяснят вот сейчас покажу фотографию как мы сделали моделирование носа он меня сфотографировал вот фотография значит моего носа давайте я наверное сделаю не так давайте сделаю вот так я вставила вам фотографии и такого и носа это фотография с правой стороны то есть это самая мая некрасивая сторона вот и все и он сказал что да он сказал что у меня кстати есть правило в которое говорит что ну красивый нос это когда вот здесь между носом и носогубкой ой ну как это называется есть 90 градусов то есть у меня есть я сказал что у меня прям идеально у меня ровно 90 градусов там вот и сюда не например если посмотреть у него больше то есть у него вот прям вообще там у него прямо вот вверх идеальный нос по какой-то пропорции да то есть у меня хар очень хороший угол вот здесь есть мне не надо было бы так поднимать кончик это значит операция будет проще нет мне нужно будет значит он сказал что можно убрать горбинку вот убрать ее можно не сильно то есть можно сделать нос прямым не обязательно убирать горбинку сильно можно просто ну и между вот прямо так не обязательно делать можно его сделать просто прямым я наверное хочу прямой нос вот сузить немножко спинку сузить кончик сделать его то есть треугольники то есть у меня будет разрез здесь и ноздри тоже уменьшит из-за этого вот здесь тоже крылышки скорее всего подрежут вот он сказал что обязательно нужно будет избавиться от зависимости капель на время операции чтобы легче все проходило его я вообще пришлось с одной проблемой я говорю что у меня типа не дышит нос когда я ложусь и он не сказал что это дело не перегородки это дело в сосудах то есть они опухают и зачастую этого тринит и то есть эта проблема перегородка не решится то есть когда я буду засыпать у меня все равно скорее всего будет забить нос чего серьезно да есть такая фигня то есть вот это а у меня не знаешь неизвестно что у меня ну у тебя точно перегородки дело у меня как бы и перегородки и в том что каплями я пользуюсь но я ими ну типа мало пользуюсь короче надо будет вообще им не перестать пользоваться он сказал на время операции до вот этот весь период вот то есть мне уберут горбинку чуть-чуть сузят кончик сузят вот это все но вот так не будет то есть я не хочу чтобы у меня было видно ноздри мне вот это вообще не нравится когда видно ноздри так что вот так в принципе останется ну похоже на то что есть вот какие-то такие дела консультация стоила 2000 рублей врач лиготюк это он мне дали памятку пациента перед операцией я уже записалась на операцию операция стоит 250 тысяч она стоит это кстати невысокая цена для ринопластики и меня это тоже немножко смущает потому что обычно операции стоит 400 тысяч где-то а у него 250 потому что он ну он не так давно у тебя там не 30 лет а 13 вот скажем так и не помню сколько он лет занимать этим всем мне у работы в принципе нравится так что все нормально дальше мне дали значит список анализов который нужно будет сдать за две недели до операции в общем я щас предварительно записалась на 11 октября октябрь кстати уже занят я в шоке вот я записалась на 11 октября как-то нужно подгадать чтобы в этот момент ты не заболел чтобы тебе не было месячных в это время потому что за два дня до и за два дня после тоже нельзя делать операцию с моим циклом это вопрос конечно остается открытым я то есть записалась на 11 октября к 11 октября мы начали общаться с полиной я помню что день рождения у подружки в этот день 15 октября у меня день рождения так что если все получится то я буду на свой день рождения с этот подарок считай возможно я даже еще гипс не сниму к этому дню да нужно сейчас после записи на операцию то есть я записала предварительно нужно будет до 4 июля внести предоплату 30000 это можно сделать на сайте и 27 сентября то есть за две недели даже меньше да за две недели до нужно сдать анализы и 4 октября не должны быть уже в клинике эти анализы естественно не должны быть хорошими что такое мимо без воспаления да да все должно быть идеальным вот список анализов если кому-то интересно и 10 9 октября то есть два дня то нужно сдать пцр тест она сказала сейчас неизвестно как но потом мой потом неизвестно как сейчас надо что еще вам интересно знать я еще сама ничего не читала вот тут какие-то вопросы вот который он сказал что мы не обсудили но вам возможно хотелось бы их знать это цена с пребыванием в клинике уже в клинике нужно быть сутки вот 11 октября это вторник вот что еще важно знать непонятно в общем посмотрим посмотрим я подумаю сейчас несколько дней все обсужу с родителями еще раз и несем или не внесем предоплату надо бы выходить на расплю кажется кстати мы здание сгорели все горит болит лицо сгорело блин я редко но не будут намазывать из пф на лицо не хочу сегодня у меня красный нос теперь за этого мне тоже вот что я хочу вот это вот здесь про зубы видите ты челюсть по коси на подлагая на вверх жесть я вижу слушаю тебя вот так челюсть да да в этом и дело жесть Ты расскажешь, что ракетичей сломали на видео? Вот, ладно, быстро. Это при том, что я носила брекеты, между прочим. И ортодонт был настолько херовым, что ничего не изменилось. У меня на нижней челюстью даже стоит ретейнер, ребят. Вот так вот. Да, мне тоже очень надо брекеты. Мы вместе с ним. Мне сначала надо зубомудрости. У меня, кстати, сегодня я кушал шаверму и жевал, и почувствовал такое давление в дёснах. Потрогал, и там так, ну, набухает. Мне кажется, там зубик рвётся. Потому что их надо все вырвать. Я вот все вырвала. Хотя мне не надо было. Я по приколу это сделала. Ну всё, ребят, пипец, я расклеилась. Всё, у меня забит нос. У меня текут слёзы безостановочно просто. Они чисто нарисованы из стрелки. Зато я вижу буквоед. Мы идём в теремок ещё раз кушать, потому что я не наелась. Какая у нас её еда. Я взяла уху по-фински с лососем. Я не взяла сырный суп, у меня ещё блинчик с курицей-картошкой и горячий шар. Ешь сыр. Я не понимаю, чтобы так горько сыр лежал. Всегда лежит, да. Я купила себе аквазивин. Я хотела аквалор взять, но мне сказали подешевле. Вот аквазивин я не пробую. Струя. Да не душ, не пшикалка. И кагоцел по классике. Что будем тестить? Обзор. Прям сейчас струю себе пустишь. В нос. Бобровью. Там такая струя, что можно убить просто. Вы не видели, она долетела вон до туда. Она до серой штуки долетает. Ну что, погнали? Это в горле. Прям в лёгкие, да? Ужас. Это надо раковину обычно сделать, но да ладно. Класс. Всё в горло. За здоровье. Кагоцел, больше скажешь. Огромное, посмотрите. Ну, кагоцел я всегда пью кагоцелу. Не знаю, помыкает он или нет, я всегда его пью. Всё. Еее! Уху! Уху! Машу ручкой. Мы приехали в Кей-30. Уху! Мы не прям идём, но зайдём. Уху! Смотрите, как красиво. Класс. Класс. Нет, это не прям как в Детройте, но смотрите, стена, прям как в Детройте, похоже. Очень классно, мы не знаем, куда мы идем, но мы куда-то идем. Мы сюда попали, так неожиданно, это как, знаете, есть такие бары, о которых нет рекламы, и о них знают только люди, и нужно какую-то задачку решить, какой-то код выбивать, и там стена откроется, и такое реально есть. Наверное. Твои комментарии. Идем туда? Залезем по крыше? Очень круто, мне очень нравится. Е-е-е, мы наделали фоток. Это комната, блин! А что за обрезки? Покажи, давай быстрее. Ну, чуть-чуть, так. Настя! Класс! Блин, повернись? Не-е-е! Подоги в этой замечательной машинке, очень вкусные, покупайте, особенно лимонад, груша, алоэ. Выглядит как лимон-вода. Нет, груша алоэ, прекрасный, попробуйте. Тераплю. В узких кругах тераплю. Тераплю. Пас. Отвал всего. Здесь очень красивая стена. Вы смотрите, она блестит. Я же все блестящее обожаю. Сними меня. Давай. Это стена, она блестит. А вот она. Три таблетки Кагоцелла. Вы будете блестать. Всем привет. Мы гуляем. Я хочу танцевать. Во мне проснулась энергия. Мы пришли тусить. Но пока мы просто ходим. Мы изучаем пространство, которое мы знаем. Я вообще первый раз. Ты в Севкобеле первый раз? Ну нет, я была здесь на концерте один раз, но где-то в пизде. А здесь пинамки классные. Очень вкусно. На здоровье. Даня сегодня всем комплименты делает. Они реально вкусные. Даня взял коктейль, чтобы я его не выпила, который мне не понравится. Мне он тоже не нравится, но вот так лучше. Когда она строила цель. Мне просто музыка нравится. Мне нравится музыка. Мне нравится музыка. Мне нравится музыка. Иногда похуй, какая музыка вообще. Короче, нам сказали, что через минуту платный ход нас пустили. Мужчина стоял и сказал, что через минуту платный ход заходите. Мужчина стоял и сказал, что чуваки, заходите. Потому что через минуту платный ход. Сейчас где-то 23,50. Ой, нет, не 23, 22,59. И вот мы зашли. Тут будет джаз. Мы не знаем, что ожидать. Вроде никто не слушает джаз. Но мы знаем, что будет. Настя вам покажет. Мужчина стоял. Смотри, там гостер. Костер, костер. Здесь костер. Прикиньте, мы потеряли Полину с Катей. Я им пишу. Они все это время смотрели на нас сверху. После камеры прическа. Не снимай такое. Ой-ой-ой. Домой поехали. Пока меня еще видят, хотя бы несколько человек. Тебя видит много человек. Я не могу ужасно. Мне срочно постричься. Я как Иваночка дурачок. Оно так неплохо. Ладно, нормально пойдет. Я такой. Такой одуванчик. Мы все думали, что это костер, а оказалось, ты из вентиля газом. Ну, это как вечный огонь, короче. Очень круто здесь. Мы вообще от души тусим. Я, кажется, обожаю танцевать. Да. Это легальный способ выплеснуть энергию. Обычно я трачу, когда отжимаюсь. А тут типа и холодный душ. А тут вот ты танцуешь и то же самое. Танцы очень круто. Особенно, когда бит настолько сильный, что он перебивает сердцебиение. и ты не чувствуешь, что ты дышишь, потому что у тебя вибрация по всем легким. Да. Вот я обожаю это так громко. Здесь набережная, теннисный стол. Такая штука, на которой все танцуют и диджейный стол. Там кострыще и костровище. Там газ, да. Здесь скамеечки. Там клуб. Здесь мы были вот в К-30, это здесь. Здесь же вот все в таких вот каких-то штуках. Это сэпкабель называется. И здесь тоже вот очередь онлайн-билеты. Вот это все люди сюда стоят. Все сейчас купят билеты по 500 рублей-полторы тысячи. Вот сюда, кстати, очередь полторы тысячи билеты. А куда мы? Нас бесплатно пустили. Пригиньте, 500 рублей. И там очень круто. Там джаз был. Сначала какой-то летний техно был, а потом джаз. Вот. Очень круто. Мы сначала такие, джаз, не-е-е. Потом все такие. Мы сейчас еще встретили тоже с Алисей, они приехали. Мы их позвали, но... Да, но они только приехали, мы такие, мы домой. Вообще-то да, уже 12 вообще, да? Уже пол первого, просто мосты... Очень опасно, что мосты разведут в час тридцать, а нам еще ехать 40 минут. Да, поэтому мы решили, чтобы по заезда не ехать, все-таки бесплатненько. Смотрите, какая прикольная штука. Вот много такого прикольного существует. Кстати, вот твоей маме надо предложить проектор. Это, ну, не бесплатно, но это легко можно создавать красивые арт-образы. Да, блин, просто нужны кирпичные стены, а гаражи ничего не отделывать, никакого стиля, и все. И молодежь придет. Да, им нужна анархия, грязь. Немножко неона, немножко анархии, грязи, и все. Да, дайте закрашивать все. Краффити, чтобы не было бы такого. В общем, мы здание так и не выпили. Едем домой в номер. Пока не закрыли мосты, я схожу в душ. Первое, чтобы вода не кончилась. Все для тебя. Вот, пшикну в нос и лягу спать. Мне все очень понравилось. Мы очень хорошо потусили. Все вообще очень насыщенный день. Так что, наверное, пора закругляться. Такой вот был влог. Даже свет включу. Всем спасибо за просмотр. Вот. Это был длинный, насыщенный день. Всех люблю и всем пока. Все люди смотрят на фейерверки. Остановились вот три полосы на аварийке. Очень круто. Мы тоже решили встать посмотреть. Идем. Выяснилось, что Дани не был никогда на Алык Порусах. Не был, не был. Стреянных квадроцейков. Я была на Алык Порусах. И это было вообще очень круто. Мы прям провожали вот этот корабль во взрослую жизнь. Это было вообще сверх классно. Мне еще залезло на вышку какую-то. И мне было все видно. Весь этот корабль. Очень классно. Я хочу смотреть. Это смайлики. Прикиньте. Это реально смайлики. Офигеть. Блин, плохо видно. Но, короче, иногда они делают смайлики. Особенно, когда перевернутый вниз головой смайлик. Смешно. Очень давно уже салют идет. Вообще жесть. Вот, да, смайлики. Во, хорошо. Продолжение следует.